Всем мира, добра и любви! В своих предыдущих видео я затачивал вот эти два топ кухонных ножа, это китайские кухонные ножи, на своей точилке Тор номер 3, и использовал я профессиональные масляные камни от Косим. Результат заточки, сам процесс заточки есть на видео на моем канале, переходите, смотрите, кому интересно. Сегодня же видео будет о другом. Вот это два топ моих ножа. Я делаю тесты ножей, которые заказываю на Алиэкспресс, и они показали лучший результат. И здесь у нас дамасская, китайская дамасская сталь и китайская ВГ-10. Что китайцы называют аналогом ВГ-10, смотрите, под каждым из этих товаров есть описание и все расписано. Ссылки я оставлю в описании под видео. Этот нож от Хежин, этот от Синзуо. В этом же видео мы попробуем проверить, как меняется результат заточки после китайского рубина. То есть, сейчас эти ножи заточены исключительно брусками Косим. Финиш здесь брусок масляный на 8000 грит. И я вам сейчас продемонстрирую результат заточки под микроскопом. Потом мы порежем разные вот и газетную бумагу, и салфетку, и полотенце. Прочувствуем вот этот рез, а потом, после того, как я поправлю вот один из этих ножей, наверное, это будет Синзуо, на рубине, мы посмотрим, как меняется результат заточки под микроскопом, а потом посмотрим, как меняется рез. И будет уже понятно, нужен ли рубин к этим камням. Просто, когда я снимал обзоры на свои лучшие бюджетные китайские алмазные бруски, я говорил, что обязательно купите к этому комплекту, если есть возможность, рубин, поскольку рез меняется в лучшую сторону, как мне кажется, плюс рубин делает зеркало на подводе. Так вот, давайте сначала начнем с вот этого Синзуо ножа. Говорили мне, что плохо было видно в предыдущем моем видео, результат заточки. Вот я хочу показать вот так. Этим ножом я уже немного пользовался, но так, немного. Так, сейчас, я надеюсь, все очень хорошо видно. Просто не хочу сейчас подключать свой 4К микроскоп, чтобы показать вам уже картинку на экране. Я думаю, и так все понятно будет. Давайте, возможно, еще так сделаю ближе вам. Вот так. Ну и вот такой результат. Так. А теперь давайте посмотрим, я вот этот нож Хежина вообще не показывал, как он заточен. Посмотрим еще заточку Хежин. Так, немного сюда. И вот такая заточка Хежин. Это финиш Ко Си Масляный Камень на, так, ближе, на 8000 грит. Вот так ниже видно лучше, мне кажется, режущую кромку. И я вижу на этой режущей кромке все равно какую-то небольшую агрессию. То есть, она не такая идеально ровная, как после Рубина. Но это играет в плюс на срез. Как мне кажется. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Но будет ли это плюс в общем? То есть, если я сейчас пройдусь с Рубином, и мы проверим, рез после Рубина, и он будет лучше, ну тогда, да, надо будет покупать еще Рубин. Если есть желание, конечно. Но если он будет хуже, тогда мы будем знать, что нет смысла покупать Рубин к этим камням. Итак, сначала рез газетной бумаги. Ну, он режет очень хорошо. Кто не смотрел мои видео с заточкой, я там демонстрировал рез. Посмотрите, и этот. Не знаю, почему-то и в прошлом видео на тактильном уровне я ощущаю, что рез хежен лучше. Возможно, я проработал лучше с этим. Возможно, это просто была вторая заточка этими камнями. Я их не вскрывал, кстати, эти камни. Это была первая заточка камнями из коробки, прямо я затачивал. Это была вторая заточка. А на третьей заточке, возможно, будет еще лучше. Так, а теперь хежен салфетка однослойная. Очень легко. Синзуо салфетка однослойная. Такая же ситуация, в принципе, очень легко. И давайте еще полотенце. Полотенце резать сложнее всего. Здесь нужна небольшая агрессия, чтобы его резать, поскольку без агрессии оно не так охотно режется, как мне кажется. Так, хежен и синзуо. Не знаю, одинаково, наверное, они все же режут. Так, а теперь я устанавливаю точилку и все же пройдусь по синзуо своим масляным рубинам. После этого мы посмотрим... А еще мне порекомендовали попробовать без масла пройтись последним камнем 8000 грит. И написали, что будет, во-первых, подвод более зеркальным, и, во-вторых, возможно, интереснее, ну, как-то изменится рез. Давайте посмотрим еще и такой вариант. Но сначала установлю точилку. Итак, установил я нож. Это нож от синзуо. И сейчас мы будем попадать вот в этот угол заточки, который есть. Это 30 градусов. И поскольку мне в комментариях написали, что если поработать вот этим последним бруском 8000 грит от косим на сухую в конце, кромка, или, вернее, не кромка, а подвод получится более зеркальным. Вот сейчас мы это проверим просто экспериментально. И потом приступим уже к полировке или финише. Китайский рубин будем использовать. Но сначала в качестве эксперимента давайте попробуем поработать бруском от косим. Китайский рубин Китайский рубин Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, поработал я бруском 8000 грит на сухую. И да, даже вот с такого расстояния видно, что кромка стала блестящая. Это не зеркало еще, но это намного интереснее, чем в предыдущем случае, когда я работал с маслом. То есть, если вам нужна вот такая более зеркальная подвода, вернее, вот так, тогда есть вот такой вариант поработать бруском, вот этим именно Cosim Pro Oil на сухую в конце, и получается вот такой более блестящий подвод. Я вот только что пробовал в резе, есть ли изменения, но я их не ощущаю. Возможно, они есть какие-то, но тяжело сказать. Очень хорошо режет нож, он и в предыдущем случае очень хорошо резал. И сейчас вот видите, как салфетку разрезает. Но, поскольку это видео у нас о рубине, мы сейчас попробуем с помощью вот такого китайского рубина сделать абсолютное зеркало вот на этом подводе. Что у нас получится, посмотрим под микроскопом. Салфетку разрезает. Бруска разрезает. Салфетку разрезает. Дальше. Продолжение следует... 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 Как будто проваливается, говорю, как будто вообще не режет, а проваливается как-то. Такое ощущение, что он туда просто как в масло. Так, всё, результат есть. Достаю нож и смотрим этот результат на микроскопе и на срезе. Итак, сейчас самое интересное, поскольку нам надо определить, есть смысл покупать рубин и как он влияет на результат заточки. На визуальный результат, на результат срезе. И если говорить о алмазе, есть соответствующие видео у меня на канале. Там я показывал, что рубин очень положительно влияет на результат заточки и рез после рубина интереснее. Но вот как обстоят дела с бусками Косим, сейчас посмотрим. Для начала давайте посмотрим визуально, как поменялся подвод. И вот, не знаю, видите вы или нет. Вот с такого расстояния подвод этот определяется, в принципе, очень хорошо, красиво смотрится, но он матовый. То есть, возможно, для любителей зеркальной заточки что-то не понравится, но мне он нравится. Реально, визуально он мне нравится, несмотря на то, что он матовый. Мне также очень нравится блеск, когда вот есть на подводе. Но и этот, в принципе, смотрится хорошо. И меня все устраивает. А вот этот, который мы поработали рубином, он как будто зеркальный. Вот с такого расстояния, с расстояния 50 см, кажется, что здесь зеркало. Почему кажется, сейчас объясню. И игра света видна, и блеск видно, и отражение предметов на подводе также видно. То есть, вот такое впечатление, что абсолютное зеркало. И смотрится реально очень красиво. Я думаю, любителям зеркальной заточки понравится. Но если присмотреться ближе, не знаю, получится ли показать мне, на вот этом зеркале видна риск. Почему ее видно? Во-первых, после каждого бруска надо, вот каждым следующим бруском, работать ровно столько, чтобы полностью перерисовать рисунок или риску предыдущего бруска. Если этого не сделать, тогда риска остается, и вы, получается, просто как бы шлифуете поверхность, оставляя вот эти риски. И потом, когда вы берете уже рубин, вы просто полируете поверхность, но никак не убираете вот эти риски, которые уже остались после брусков. И вблизи их видно. Кто хоть раз пытался сделать вот эту зеркальную поверхность, они понимают, что, чтобы добиться абсолютного зеркала, надо работать немало, вот так скажем. А здесь такая достаточно быстрая заточка просто на результат. И я вам скажу, я не вижу смысла дальше работать, поскольку и так этот нож и друзьям можно показать, и похвастаться, и смотрится заточка очень хорошо для любителей зеркальной поверхности. Мне очень нравится то, как она определяется вот с такого расстояния. Да, если смотреть ближе, я вижу риску, и мы сейчас ее посмотрим под микроскопом. Сначала давайте посмотрим на результат заточки ножа Хежин. Так. Это у нас бруски Косим. И финиш у нас брусок на 8000 грит, масляный камень. Ну и вот такой результат заточки. Так. Опять забываю, что вам видно не так, как мне, хорошо, поэтому давайте немного сделаем вот так. Чтобы вам было лучше видно результат. И я буду смотреть в экран фотоаппарата уже. Ну и вот такая заточка. Это у нас бруски Косим 8000 грит. А вот этот нож от Синзуо, это уже бруски Косим 8000 грит, плюс полировка рубин. Так, где этот нож? А вот. И здесь у нас, казалось бы, зеркало, но когда смотришь через микроскоп, видна риска. То есть мы просто полируем поверхность, не убирая вот те риски, которые остались от брусков. И даже вот этому микроскопу тяжело сфокусироваться, я так понимаю, из-за вот этого блеска на режущей кромке. Вернее, на подводе, на подводе. И вот так он определяется, этот подвод через микроскоп. А вот так, если посмотреть, кажется, что зеркало. Ну вот, как-то так. Это что касается внешних изменений. Так вот, что касается внешних изменений, я могу сделать вывод, что для любителей блеска, для любителей зеркальной поверхности, однозначно стоит купить вот этот ультрабюджетный брусок для полировки рубин, который я практически всегда использую. Я работаю этим бруском недолго, просто дожидаюсь блеска. Несколько проводок сделал, вижу, что подвод становится вот таким зеркальным, кажется, с расстояния 50 см. Я останавливаюсь и всё. А дальше я не всматриваюсь в эту резку, я не подношу очень близко подвод к глазам, чтобы увидеть что-то. Мне достаточно вот такой красоты. Поэтому с этой стороны рубин стоит покупать. Но, что касается реза. И здесь, мне кажется, надо поэкспериментировать, как он меняется. Меняется ли он в лучшую сторону или в хужую сторону. Поэтому я подготовил экспериментальный рез. И для начала я хочу взять вот такую салфетку. Она состоит из нескольких салфеток. И она такая, как бы, пористая. И её порезать очень тяжело. Реально очень тяжело. И пробуем сначала ножом хежен. Но не для ножа хежен, который заточен брусками от Косим. Он эту салфетку, как видите, с лёгкостью режет. Давайте ещё попробуем... Так, было бы, наверное, справедливо ту же сторону резать ножом от Синзуо. Так, он также её с лёгкостью режет. Какой режет лучше? Ну, тяжело. Давайте я ещё одну возьму. Просто что-то ощущаю. Как это передать, пока не знаю. Так. Так. Так, как это объяснить? Вот, режут абсолютно одинаково. То есть, что этот рез очень приятный. И нож режет эту салфетку. Что этот нож очень приятный рез и режет салфетку. Отличие в том, что здесь я ощущаю вот эту микропилу или микроагрессию. Не знаю, как это объяснить. Но он очень хорошо её режет. Реально очень хорошо. Если бы я сейчас решал, какой нож режет лучше, мне бы было очень тяжело определить, поскольку и тот, и другой режет хорошо. Просто режет по-другому. Другой рез, другие ощущения. Но оба режут. А давайте ещё вот так попробуем резаться. Просто посмотрим, на каком этапе, какой нож покажет хуже результат. Мне надо просто определить лучший вариант. Вот этот врезается в касание. Давайте другую салфетку. Вот этот врезается в касание. В принципе, на этом эксперименте я не могу определить лидера. И я бы сказал, что здесь равноправие. Просто другой рез, другие ощущения. Но оба ножа режут, поэтому нет смысла, мне кажется, здесь определять какого-то победителя, поскольку мне и тот, и другой рез нравятся. Давайте попробуем ещё вот такое полотенце. Мы сейчас определяем с точки зрения реза, есть ли смысл покупать рубин. Вот этот нож, вот этот, он как будто как-то проваливается. Вот этот рез я ощущаю на каждом этапе среза. То есть, я двигаю по кромке, и я её ощущаю, я ощущаю этот рез. А этот нож как будто как-то проваливается. Ну, я не знаю, как это объяснить. Он как будто как-то по-другому режет, совсем по-другому. Нижнее, что ли. Не знаю, как это объяснить. Но это, в принципе, логично, поскольку здесь режущая кромка получается более ровная. Здесь больше пилы, здесь меньше пилы. Да, он просто такой какой-то нежный, воздушный этот рез. Но я не могу сказать, что он лучше или хуже. Он просто другой. Здесь тоже по-своему интересный рез. И нет, здесь также нет победителя. Я для себя не могу определить победителя. Поэтому здесь для меня также нет смысла как бы искать победителя. Оба реза хороши. Так, это двойная. Теперь попробуем однослойную салфетку. Сначала без перфорации. Раз. Теперь этот. Та же ситуация. Здесь я ощущаю рез. Здесь такое как будто туда масло просто. Давайте по перфорации теперь. Здесь очень важно, конечно, угол вреза, поскольку она очень мягкая и она переламывается. И тяжело, ну вот, срезать. Так, еще раз. Просто забыл уже, какие ощущения здесь были. Та же ситуация. Абсолютно идентична. То есть, здесь просто как-то проваливается вот туда врез. А этот просто такой, ну, ощутимый рез. Да, тяжело передавать, конечно, ощущения тактильные в фрезе. Ну, мне кажется, что они будут... Да. Этот просто ощутимый рез. Я ощущаю, как бы, вот эту микропилу или, я не знаю, какая-то. Просто микроагрессии. А здесь я ее не ощущаю. Оно так, как будто как-то плавно. Но ощущаю, только просто по-другому ощущаю. Просто на каком-то этапе, я не понимаю, вот, как будто проваливается рез, он неощутимый, потом опять ощущается. Или это так кажется, но очень такой нежный вот в этого ножа срез. Нежный, нежный такой. А вот здесь... С приятной шероховатостью срез. Также я не могу определить победителя вот здесь. Здесь оба ножа очень хорошо режут. Врезаются в касание. Вот, кто смотрел предыдущие мои видео, я говорил, что этот нож мне просто как-то приятней. Ну, вот, просто почему-то понравился больше. Это, конечно, субъективно, очень субъективно, но почему-то понравился больше. И я говорил в предыдущем тесте, в предыдущем видео, когда оба ножа были заточены брусками от Косим, я их сравнивал. Просто это была первая заточка брусков, это уже вторая. Я говорил, что здесь почему-то на тактильном уровне мне нравится рез больше. Я такое говорил. Вот сейчас я этого не могу сказать. То есть, я сейчас как будто выровнял в плане среза, и этот хорошо режет, и этот хорошо режет, этот приятно, и этот приятно. И вообще мне тяжело было бы вот сейчас определить, вот какую заточку я бы хотел в дальнейшем делать и не делать другую, например. Нет, и это, и это интересно. А давайте попробуем по шероховатости среза газетной бумаги. Не знаю, очень приятно режу вот здесь. И это приятно. Вот здесь, кстати, агрессии я ощущаю минимум вот здесь. А знаете почему? Поскольку я делаю вот здесь больше продавливающие движения, чем режущие. Поэтому здесь и агрессия ощущается меньше. Я просто вот так, как будто шинкую, но не делаю вот этого движения. И ножи, вот, очень хорошо врезаются. Поэтому здесь вообще ощутить какую-то разницу, даже на тактильном уровне, невозможно. Вот на газетной бумаге. И оба ножа обалденно. Хорошо режут газетку. Давайте еще вот на врез попробуем вот так. Синзу, вернее хежин. Вот здесь я больше вот таких скользящих движений. Здесь как будто пила, она, наверное, быстрее врезается. Но, возможно, просто здесь очень важно угол вреза подобрать правильно. Поэтому я думаю, что... Вот давайте попробуем более такой тупой угол вреза. Сразу же. Сразу же. Нет, нет смысла здесь искать победителя. Итак, забыл. Но сделаю вот эту вставку где-то в видео. Сколько еще один эксперимент хочу сделать с этими ножами. Это будет как рекламная пауза между вот какими-то моими тестами. Первое. Синзу. И пробуем. Отлично. И теперь такой же тест на хежин. На врез в бумаге на весу. Ребят, то же самое. Что этот, что этот. Вообще нет смысла искать победителя даже вот в этом тесте. Так, какой вывод я для себя сделал. Рубин стоит купить только в том случае, если вы являетесь любителем блестящей поверхности подвода. Или же зеркало. Если вы желаете остановиться на каждом бруске подольше, поработать, чтобы сделать абсолютное зеркало, тогда да, вам нужен рубин. Поскольку без рубина будет тяжело исключительно вот этими брусками добиться абсолютного зеркала, как мне кажется. Ну, в принципе, так оно и есть. А если вы просто желаете сделать нож острым, и все, нет смысла покупать рубин. И здесь очень хорошая острота, и здесь очень хорошая острота. Возможно, в каких-то ситуациях на тактильном уровне вы будете ощущать разницу. Но сказать, что какой-то рез лучше, а какой-то хуже, вот в этих экспериментах, вот в этих тестах, которые я сделал сейчас, я не могу. Мне оба варианта очень нравятся. И оба варианта реально... Да даже, вот я, возможно, немного являюсь любителем вот такой блестящей поверхности, но вот в этих ножах, учитывая, насколько маленькие здесь подводы, они меньше одного миллиметра, как мне кажется, я вообще не вижу смысла, как бы, тратить время на вот эту блестящую поверхность. Ну, разве что перед друзьями похвастаться, но для себя я и от этого ножа, вот так смотрю, ощущаю удовольствие визуально, и от этого ножа. Да, здесь, возможно, вот эта игра света, она как-то больше привлекает, что ли, я имею в виду подвод этот. Но это только визуально. А она с точки зрения практичности, то есть с точки зрения реза, оба варианта хороши. Есть еще один пункт, это стойкость, то есть какой рез будет более стойким, вот этот или вот этот. Но здесь, конечно же, надо тестировать, я вот так сейчас сказать этого не могу. И это очень будет сложный тест, поскольку ножи геометрия разная, каждый нож имеет свою сталь, нет абсолютно одинаковых ножей, даже от одного производителя, даже с одной маркой стали, ножи будут как-то немного доотличаться. Поэтому здесь, конечно, тяжело. Но, как мне кажется, просто чисто такое мое какое-то субъективное мнение, они будут практически на одном и том же уровне. Возможно, в какой-то ситуации будет больше выигрывать вот эта такая микроагрессия, в какой-то ситуации вот эта как бы полированная поверхность будет выигрывать. То есть, если вы что-то передавливаете, возможно, здесь прослужит дольше нож. Если вы что-то режете, вот пирящие, режущие движения, возможно, это будет служить дольше, поскольку здесь есть пила, которая будет разрывать вот эти предметы, вернее, то, что вы режете. Но это тоже только предположение, как оно на самом деле я, конечно же, не знаю. В любом случае, я доволен и этим результатом, и этим результатом. Но рубин для любителей зеркальной поверхности однозначно стоит купить, поскольку я считаю, это как бы лучший бюджетный вариант для любителей заточки ножа в зеркало. Я пользуюсь этим рубином практически постоянно. И это единственный рубин, который я заказал на Алиэкспресс. И он уже у меня несколько лет. Он не вырабатывается, но это логично, поскольку он только полирует. И радует меня реально очень такой однородный, правильный камень. Ну, по крайней мере, я не знаю, все ли они такие, или мне так повезло. Ну, вот этого продавца, у которого я купил алмазы и уже пользуюсь 3 года. И в тот же день я купил этот рубин, кстати. Это 3 года я, получается, этим рубином пользуюсь. Правда, я алмазы использую практически в каждой заточке, а рубин не всегда. Вот так. На этом все. Надеюсь, видео было интересно, и вы для себя что-то новое узнали. В любом случае, я никого, ничего не учу. Чтобы вы понимали, я и сам учусь. И это просто мои эксперименты, мое познание вот этого ремесла заточки. И я надеюсь, кому-то было интересно на моем опыте что-то узнать для себя. На этом все. Спасибо за просмотр. Всем мира, добра и любви. Субтитры сделал DimaTorzok